В настоящее время я проживаю в деревне Ижберда Гайского района Оренбургской области. И у нас там две проблемы. Первая проблема это дороги. Вторая проблема отсутствие интернета. Существует легенда, что прокурор Российской империи и знаменитого писателя Салтыкова Щедрина попросили охарактеризовать одним словом государство российское. И он сказал воруют. Это легенда, потому что документально данный факт ничем не подтвержден, но хотелось бы сказать, что под данным мифом существует все-таки какое-то основание. В Российской империи воровали всегда, воровали в СССР даже при товарище Сталине. Воруют и в настоящее время. Значит, жители нашей деревни обратились к губернатору Оренбургской области, господину Паслеру, с просьбой включить дорогу автомобильную от трассы Орск-Оренбург до нашей деревни в сторону села Хмелевка в федеральный план строительства автомобильных дорог, либо их ремонта, ну и заасфальтировать дорогу, боковую или отводную дорогу на Ижберду со стороны трассы Хмелевка-Трассу Орск-Оренбург. Нам прислали ответ, что данный вопрос находится в компетенции местных властей. У местных властей начался ажиотаж, как так без них начали проводить мероприятия по поводу того, что дороги не ремонтируются. Нам заявили с администрацией Оренбургской области, что средства на ремонт дороги выделяются. Однако 15-25 лет уже никто дорогу автомобильную не ремонтирует. И сейчас она представляет собой опасность для жизни и здоровья автомобилистов и пассажиров, тех лиц, которые едут в автомобильном транспорте. Я надеюсь, что мы не оставим этот вопрос в стороне, мы его будем постоянно будировать. В настоящее время мы готовим подать иск на администрацию Гайского района Оренбургской области для того, чтобы все-таки включить или профинансировали строительство или ремонт данной дороги. Потому что то, что сейчас она из себя представляет, это стиральная доска, на которой можно, так сказать, набить себе шишки. Российская Федерация все-таки государство богатое и местные власти также должны заботиться о своих гражданах, а не только о своем собственном кармане. И в конечном счете обеспечивать нормальное содержание дорог местного значения. В нашей деревне очень много людей, которые владеют в том числе автомобилями иностранного производства, а им требуются хорошие дороги. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки этот вопрос находился на контроле. Ну и второй момент это интернет. Значит, в деревне Ижберда имеется телефонная линия. Можно провести интернет через АДСЛ. Есть оптиковолоконная линия к досуговому клубу, который раньше была школой. Но поскольку сейчас молодежи очень мало, школа не работает. И вот там досуговый клуб. Туда можно приходить, так сказать, пользоваться этим интернетом. Но чтобы сделать оптиковолоконную линию, допустим, к своему дому, или поставить усилитель, антенну, этого не дают делать. Хотя, казалось бы, в условиях пандемии надо обеспечить безопасность граждан, чтобы они как можно меньше между собой контактировали. Но администрация Гайского и Оренбургской области этого, к сожалению, не делают. Тоже придется все это решать в судебном порядке. Я не понимаю, что у чиновников, что местного значения, что федерального значения. Одна и та же мания. Все доводить до суда, а не решать все это дело в интересах граждан. Тем более, для этого не требуется никаких усилий и никаких финансовых вложений. Может быть, это связано с тем, что властям, что местным, что федеральным, что субъекта федерации невыгодно, чтобы у людей был интернет. Потому что тогда они начнут писать жалобы, снимать видеоролики о том, что происходит. Но в любом случае, вот эти все местные безобразия мы, конечно же, будем выводить на чистую воду, наружу. Будем делать видеоролики, выкладывать в интернет. Поэтому от правды, как говорится, не скроешься. И все-таки пора вот эти элементарные вопросы для жизни жителей деревень решать. У меня все.